Добрый день! И поэтому в команде второй школы записывается баранка и уже команда гимназии выходит в следующий тур. Не слышу радости. Прекрасно! Но мы думаем так, чтобы время не пропало даром. Мы с вами используем это для тренировки, для того, чтобы в следующем туре выглядеть на голову выше. Итак, приветствие команды! Мы слушаем вас! Гимназия! Грия! О, как Макс! Миша! Прыгнусь! Гориша! Говори! Не спи, Говарик! Говарик! Не поседуй дружный класс! Познакомимся сейчас! Мы ребята непростые, даже очень удалые! Можно петь и танцевать, и стишочки сочинять! Так что принимайте нас, и не поседуй веселый класс! Наш соперник, наш соперник ударует, но как броня стоит с темой. С ним сразится интересно, кто займет какое место. Не журите нас жюри, мы старались как могли, песни пели, доплясали. Весь народ мы развлекали, а теперь осталось вам, нам поставить высший балл. Где-то в городе Винное, на передборке стоит здание Винное. Это школа, гимназия наша. А в ней обучатся дворщик даже. Я, КМГ, ребят, дружней не бываю. Все на свете понимают, как нас называют. Сквозь бури и беды, вперед непоседы! Сквозь бури и беды достигнем победы! Чудо-школа, синий небосвод, Наш корабли по морю плывет, Непоседок, баба нам несет, И для нас здесь лето, круглый год. Чудо-школа, чудо-школа, Хорошо нам не как дома, Хорошо нам не как дома, Чудо-школа, Наши счастья постоянно, Чипсы-колы и бананы, Чипсы-колы и бананы, Чудо-школа. Итак, видновская гимназия, Команды непоседы, Классный руководитель Новикова Елена Александровна, Капитан команды Селев Ярослав. Прекрасно. Итак, мы принимаем вашу презентацию И присуждаем по очку. Да, поскольку, поскольку Мы с вами говорили, Что у нас сегодня тренировочная игра, То я прошу вашу команду разделиться пополам, Одну половину занять синюю трибуну, А одной остаться на красной. Первый раунд. У нас с вами счет 1-1. Первый раунд интеллектуальный. Раунд называется «Мой город». В этом раунде будут вопросы об истории города. И каждый должен на них ответить. Я прошу от каждой команды, У нас теперь команды будут называться Синие и Красные. Выделить по одному человеку, Подходите к своим пультам По цвету красный к красному, Синий к синему. Внимание, сейчас будут вопросы. Вопросы для вас будут на экране телевизора. Всем остальным Вопросы будут на большом экране. Вы смотрите вопрос, И если у вас готов ответ, Вы нажимаете кнопку. Кто первым нажмет кнопку, Тот и имеет право на ответ. Итак, Попробуйте микрофоны, Вам хорошо, слышно, удобно? Когда будете отвечать, Наклоняйтесь к микрофонам. Итак, внимание, Вопрос. В каком году поселок Видное Был преобразован в город? То есть, назовите год рождения нашего города. Пожалуйста. 1965. Ответ правильный. Вопрос. Внимание, вопрос. Строительством какого завода Город обязан своему рождению? Пожалуйста, ответ. Коксогазовый завод. Московский коксогазовый завод. Ответ правильный. Вопрос. Кто был первым директором Московского коксогазового завода? Пожалуйста. Галевский. Итак, Ответ засчитывается. Павел Федорович Галевский. Пожалуйста. Вопрос. Кто из участников строительства Московского коксогазового завода активно руководил озеленением нашего города, в честь которого названа одна из самых красивых и зеленых улиц города Видное? Пожалуйста. Ответ. Может быть, тоже Галевский. Ответ неправильный. У вас есть ответ? Нет. Время. Называю правильный ответ. Тимофей Игнатьевич Лемешко. Улица Лемешко в городе Видном есть. В старой части города. Итак, пожалуйста, последний, пятый вопрос. Как называется шоссе, на котором находится акционерное общество Московский коксогазовый завод? Пожалуйста, ответ. Я думаю, Каширская. Ответ неправильный. У вас есть ответ? Белокаменное шоссе. Правильный ответ. Итак, счет 2-1 в пользу команды синих. Итак, а что это у нас красные не приветствуют? Надо приветствовать победу. Это нечестно. Итак, пожалуйста, прошу занять свои места. Итак, следующий конкурс Мозаика. По 3 человека от каждой команды. Пожалуйста, подойдите теперь к своим счетам. Красные к красному, синие к синему. Итак, мальчики подошли ко мне. Вам предоставляется особенно там красным выбрать пакет, в котором находятся картинки, которые нужно будет сложить. Пожалуйста, кто у нас красный? Итак, не минуточку, не открывайте. В этих пакетах находятся фотографии, находятся картинки. Вы должны будете по фотографии сложить того героя, который там есть. Кто первый, тот и победит. А болельщики на трибунах будем поддерживать своих интеллектуалов. Итак, внимание, начали! «Браво!» 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 На трибунах можно поддерживать, но кричать правильно, неправильно нельзя. КОНЕЦ 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 Итак, есть! Есть! Команда! Команда! А, нет еще? Нет, нет еще! Судья говорят, что еще нет! Работаем все, работаем! Еще раз, посмотрите внимательно! Есть! Есть! Команда синих побеждает! Она получает очередной блин! Я прошу мальчиков собрать все! Очко! Команда синих получает очередное очко! Итак, счет 3-1! Четвертый конкурс! Художественно-литературный раунд! Я прошу по одному человеку от каждой команды! Пожалуйста, пожалуйста! Занимайте свои места! Кто готов у нас? В этом раунде 5 вопросов, на которые вам нужно ответить! Порядок ответа тот же самый, что у нас с вами был! Внимание! Вопрос! Как звали мастера в сказке Божова «Каменный цветок»? Пожалуйста, Свет! Пожалуйста! Народанила! Мастер Данила! Правильно! Пожалуйста, следующий вопрос! Я только хотела бы узнать, о какой королеве он говорил! Как звали детишек, главных героев, сказки «Снежная королева»? Кай и Герда! Ответ правильный! Кто написал сказку «Принцесса на горошине»? Пожалуйста! Христиан Андерсон! Правильно! Пожалуйста! Следующий вопрос! Я никого-никого не боюсь! Что так сильно испугало крошку енота в одноимённом мультфильме? Пожалуйста! Его испугало своё отражение! Правильно! Последний вопрос! Как открывалась потайная дверь к сокровищам в сказке «Али Баба» и «Сорок разбойников»? Нужно было произнести заклинание! Какое? «Сим Салабим» Нет! «Сим Сим, откройся» Правильно! Итак, со счётом 5-0 победила команда «Красных» Она получает своё очередное очко! У нас счёт 3-2 в пользу команды «Синих» Итак, в следующем конкурсе участвует по 6 человек Право первым предаст конкурс «Баскетболист» А, если по 7, пожалуйста! Итак! Минуточку! Минуточку! Я прошу сначала выстроиться команду «Красных» Команду «Синих» Пока прошу отойти на своё место Команда подошла ко мне Команда ко мне Вставайте сами напротив кольца вот от этой линии Как удобней Под кольцом, кто стоит под щитом, ловит мяч и идёт на исходное Следующий, третий, идёт под кольцо Понятно, да? Кто больше забьёт, тот и победит У вас у всех возможность 7 очков набрать в этом конкурсе Пожалуйста! Хорошо! На место садись сразу! КОНЕЦ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так. Пожалуйста, мяч сюда. Пожалуйста, команда Синих. Подходим к линии. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, становитесь на линию, повнимательнее. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Итак, со счетом 1-0... Со счетом 1-0 победила команда Синих. Она получает очередное очко. Итак, у нас счет 4-2 в пользу команды Синих. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Дорогие друзья, в следующем конкурсе принимает участие тоже вся команда. Итак, конкурс называется «Умелый хозяин». Он заключается в следующем. Сейчас вынесут молоток, гвозди и брусок. Вы должны будете забивать гвозди в брусок. Кто больше забьет и быстрее гвозди, тот и победит. Вот вас 7 человек считаются только... Напоминаю, условия... Условия считаются только те гвозди, которые забиты полностью. Те, которые загнуты, не считаются. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, внимание, напоминаю. Значит, первый бежит, забивает гвоздь, оставляет молоток и бежит на свое место. На его место выходит следующий. И так до последнего. Ну, напоминаю, считаются только те гвозди, которые правильно забиты. Внимание! Начали! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА